В Ненецком округе продолжается летняя кампания по трудоустройству подростков. Этим летом трудоустроены 245 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 23 подростка работают в населенных пунктах. Участие в летней кампании по трудоустройству принимают 42 организации. В рамках Организации временного трудоустройства подростков на начало 2020 года учреждениями и организациями муниципальных образований Заполярного района было заявлено 107 вакансий. Однако желающих трудоустроиться оказалось намного больше – 307 человек, проживающих в сельской местности. Из них на сегодняшний день приступили к работе 23 человека. К сожалению, в этом году у нас небольшое количество в июне трудоустроено. Связано это прежде всего с тем, что у нас эпидемиологическая ситуация не совсем стабильная. И работодатели в этом году принимают в два раза меньше в кампании по трудоустройству, чем в прошлом году. Но мы не теряем надежды. Мы обратились к главе Заполярного района, чтобы они рассмотрели вопрос. Также к главам муниципального образования, чтобы они рассмотрели вопрос и подыскивали потенциальных работодателей для наших подростков. Есть такое предприятие, как Северный Комсервис, например, который представлен в каждом муниципальном образовании. Они бы могли трудоустроить ту категорию, которая изъявила желание трудоустроиться. Работодателям в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора необходимо организовать работу посменно с соблюдением дистанции. Обеспечить подростков средствами индивидуальной защиты, медицинскими масками, антисептиками и перчатками. Однако некоторые муниципальные образования ждут снятия ограничительных мер, чтобы начать летнюю кампанию по трудоустройству подростков. В этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции компания по трудоустройству подростков имеет ряд особенностей. В ней принимают участие в два раза меньше работодателей по сравнению с прошлым годом. Именно поэтому в нескольких муниципальных образованиях было принято решение вовсе не проводить летнюю кампанию по трудоустройству. В этом году подростки у нас трудоустроены на территории нашего муниципального образования не будут, как, впрочем, и в прошлом году. Идем в том, что ранее мы трудоустраивали подростков в школе, в связи с тем, что в законодательстве вступили изменения, а все эти возможности уже нет. И организации, которые были заинтересованы в труде подростков, на территории нас тоже отсутствуют. Добавлю, с целью недопущения распространения коронавируса было принято решение, что подростки будут работать не более 14 календарных дней.